здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин со мной студия адвокат илья вайсберг здравствуйте добрый день и так вот буквально несколько часов назад до того как мы сошли в студию стало известно что адвокаты главы правительства бенемин тиньягу согласились изучить его уголовные дела точнее его уголовные дела а точнее будет сказать наверно за несколько уголовных дел дел в которых так или иначе фигурирует имя главы правительства и начнутся слушания для неподготовленного человека все то что я сказал звучит как абракадабра какая-то которой нужно разобраться именно поэтому мы пригласили студию адвоката давайте начнем с того что действительно существует несколько уголовных дел которых так или иначе фигурирует имя главы правительства связи с этим первый вопрос а в каком качестве юридическом сейчас находится глава правительства подозреваемый подозреваемый просто просто подозреваем существуют подозрения а в совершении тяжких уголовных преступлений связанных с подрывом доверия с значит там а к щебуши лихей мишпад то есть вы помеха ведению следствия правосудия и такие очень серьезные преступления и всегда когда есть подозрение совершения таких серьезных преступлений и когда прокуратура собрала достаточное а достаточный объем значит и доказательств и материалов для подготовки и подачи обвинительного заключения в суд вот скажем так на 99 минуте посылается письмо это по всем делам и касается абсолютно всех людей против которых предполагается подача обвинительного заключения у нас трехступенчатая система пэша то есть самое тяжелое преступление у нас как бы право нарушения преступления и преступление щеда но они делятся там по по степени наказания так вот по всем тем что по всем которые предусмотрено значит свыше там трех лет и наказания и выше у реального срока называется пэша тяжелое преступление по ним прокуратура обязана послать письмо которым так и говорится значит ля вейду аля хада будет вам известно подозреваемому человеку что у нас накопилось достаточно оснований для того чтобы подать обвинительное заключение в суд и мы вам даем 30 дней для того чтобы вы имели право если хотите прийти к нам и попытаться убедить нас почему мы этого делать не должны я вас перебью это касается любого города любого потому что раньше было правительство и раньше было раньше было выборочно значит потом было анхая то есть инструкция юридического советника касает который приказал всем публичным людям как то политиком как то серьезным людям сейчас это распространяется на всех абсолютно значит понятно что по секрету вам скажу чтобы нас никто не слышал прокуратура далеко не по всем делам посылает такие письма и тебя обязана обязана абсолютно обязана более того что если человек придет в суд когда его свой вызовет уже судья для того чтобы предъявить обвинение и выяснилось что ему не было послано такое письмо и ему не было предоставлено такая возможность есть санкция самая тяжелая по отношению к прокуратуре что судья имеет право оправдать этого человека на месте отменив ктавы шум то есть обвинительное заключение хорошо вернемся к главе правительства давайте и так понятно есть четыре уголовных дела по которым закончена полицейское расследование есть заключение более того переданы дела в прокуратуру и заключение прокуратуры да теперь дело за юридическим советником правительства который открыл так называемое слушание процесс их и должен был передать дело адвокатам главы правительства но не передавал потому что шла ссылка на то что вроде бы там не урегулирована оплата он им не передавал он сказал пожалуйста вы можете прийти за даже отправил им в их офис адвокатский они не приняли они сказали дело в том что мы пока не получили свой гонорар и мы не закрыли наши взаимоотношения с нашим клиентом может быть глава правительства надо было предоставить бесплатного адвоката как положено по закону когда учат не имуще вот в этом то вся и фишка в этом то вся и вся и проблема что глава правительства сказал что мне положено бесплатно или то есть не бесплатно мне положено юридическая защита которую будет оплачивать государство и действительно почему потому что обвинения которые предъявляются мне связаны с тем что я именно исполнял государственную государственную то вкид вполне возможно что у него как госслужащего есть страховка секундочку сейчас секундочку значит и вот он и говорит что мне положен юридическая защита почему потому что обвинения которые предъявляются мне связаны с моей профессиональной вот деятельностью плюс он там еще намекает что это политические притязания против него так он говорит он говорит вы не можете меня повалить на на кальпе на выборах я от раза к разу побеждаю на выборах так вот вы пытаетесь мне юридическими значит заковырками с убрать понятно вот и он значит обратился в государственную казну сказал дайте мне вот столько денег чтобы я заплатил моим адвокатом они ему говорят а чего ради докажи нам почему мы тебе должны давать иначе ты такую большую сумму значит и вот пока вот тяж бойдет и она пока еще идет это не сказал своих личных денег платить не буду чего ради сказал натаньяу премьер-министр бывший наши существующие пока до сегодняшнего дня вот ну вот как бы а юридический советник сказал ребята ваши значит и проблемы решайте сами я как глава обвинения я объявил я сообщил вам значит государство гражданин натаньяу да будет вам известно что на у нас собралось достаточное доказательство мы идем подавать придет на две обвинительные заключения против вас последствия очень тяжелые вы имеете право изучить документы сейчас я скажу какой объем документов он имеет право получить и попытаться убедить нас может быть мы в чем-то ошибаемся то есть не делать этого окей или может быть подавать не по всем делам только по каким-то делам или может быть переквалифицировать мы готовы вас выслушать мы готовы и вот тут возник такой значит парадоксальный анекдотический случай что вплоть до того что как вот вы правильно сказали был послан этот самый шалек то есть посыльный для того чтобы он передал им дисконки вот этот вот все материалы самого адвоката самого главного как бы вот ну ведущего адвоката не было в офисе другим отказались передать значит и вот как бы вот знаете там ну возьми да мы не можем передать вот анекдотический случай но тем не менее вот правильно вы сказали буквально за полтора часа до нашего до нашей записи уже прошла информация что они взяли что они изучают теперь какой объем информации до сегодняшний день положен срок слушания ограничен да конечно да конечно безусловно значит законодательной жесткой законодательной базы нету но всегда исходит из такого принципа ведь понятно что и полиция и прокуратура эти дела готовила скажем так не один месяц и не два месяца ну как минимум уже два года несколько лет до об этом да естественно что предполагается что и второй стороне более того обвиня то есть предполагаемому обвиняемому подозреваемому ну положен какой-то срок значит и пока на сегодняшний день выкристаллизовывается практика что скажем так есть такое понятие у нас зман савир то есть приемлемое время какое время для каждого дела определяется как как в конкретном случае если дело не бать ну скажем так одно небольшое дело ну там две три недели четыре недели более того скажу на практике что если я как адвокат приду в прокуратуру скажу дайте мне продленку но я еще не встречал того чтобы мне не дали ее а все эти высказывания значит и юридического советника в прессе что он сказал что значит и не дам продленку понятно мы их слышали понятно и вы их слышали даст хорошо теперь перейдем к области гипотетики давайте одновременно с этим юридическим процессом идет процесс политический этот же человек который бенемин таньягу сегодняшний глава правительства он одновременно до гипотетический глава правительства он формирует он официально пока еще по старому он формирует новое правительство сейчас он не смог в определенный срок сформировать ему президентом даны еще две недели допустим он успевает за эти две недели сформировать правительство коалицию то есть у нас начался новый этап в соответствии с этим новым этапом будет назначен вполне возможно новый юридический советник правительства наверно он обладает правом отменить все предыдущие решения того юридического правительства юридического советника сегодняшнего и запустить процесс по-новому или отменить прекратить этот процесс имеет право имеет право абсолютно имеет право абсолютно он может дать продленку на неопределенное время может вообще просто прекратить про может сказать что пока я еще принял решение не подавать его объединительное заключение в суд я считаю что этого допустим мало там там послать дело на дознание на доследование имеет право может безусловно гипотетически безусловно но мы же понимаем что этого не произойдет почему потому что назначается юридический советник правительства не премьер-министром, а есть специальная комиссия, есть специальная процедура, они изначально были сделаны так, чтобы они абсолютно были неутралим, то есть они нейтральны друг от друга, чтобы не было влияния такого. Конечно, безусловно, скажете вы мне, я безусловно соглашусь с вами, что мнение премьер-министра на выбор того или на фигуры, значит, протолкнуть его, безусловно, огромное. Но тем не менее... Нет, я спрашивал чисто гипотетически, может ли быть такая ситуация? Безусловно, безусловно, может быть. Абсолютно, абсолютно может быть. Может быть, все. Может быть, все. Хорошо. Что называется подзанавес? Мы до сих пор не имеем точной информации, что же в этих делах. Есть только какие-то были утечки в период, в процессе расследования и так далее. Не, мы знаем. Господин Атаньяновик постоянно говорит, что ничего нет. Да, безусловно. И тем не менее, по всем, по этим четырем делам, насколько тяжелы обвинения или подозрения на сегодняшний день, и чем они могут грозить конкретно Атаньянову, если дело дойдет до суда. Очень тяжелое. Значит, скажу вам, отвечу с конца. До суда это еще дорога очень, 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 очень длинная. Очень длинная. Значит, обвинения тяжелейшие, безусловно, тяжелейшие. Значит, Меуравуд, то есть, что он был замешан в таких делах, которые практически, у нас ведь как бы в нашем Израиле очень мало таких вот серьезных игроков экономических, да. И вот в меня предполагаемые обвинения одно из них, что он, будучи министром связи, параллельно, он был и премьер-министром, и министром связи. Да, было такое. У него было противоречие, грубейшее противоречие интересов с одним из центральнейших игроков связи. То есть, это и Безеки, полностью вся эта квутца, вся эта группа, как то ЕС, как то, значит, медии всевозможные. То есть, он пытался, значит, повлиять на одну газету, чтобы не дать другой газете конкуренцию, потому что одна газета была как бы про него, вторая была против него. То есть, как бы, если не дай Бог, дойдет дело до судебного слушания, и не дай Бог, дойдет дело до обвинения, я никому не желаю такого, то обвинения серьезнейшие, и там будет реальный срок. Если не дай Бог, ни о нас будет там грозит серьезным реальным сроком. Еще один момент, последний буквально полминуты. Все время дебатируется, я понимаю, что это вопрос чисто отчасти политический, вне вашей сферы, но тем не менее. Дебатируется вопрос о том, не то, что не в моей сфере, не люблю политику. Да. Дебатируется вопрос о том, что могут провести вопрос об иммунитете, который позволит приостановить эту защиту и так далее. Но я хотел спросить, Бенемин Тиньягу, помимо того, что он премьер-министр сейчас и у вас скорее всего в будущий, он помимо этого еще депутат парламента. А депутаты парламента у нас и так и так имеют иммунитет. Да, конечно. Тогда зачем ему дополнительный иммунитет? Ну, вы понимаете, это уже тема для отдельного айтема, наверное, минут на 18 с половиной. Но, в двух словах скажу вот что. Действительно, на сегодняшний день существует закон об иммунитете членов парламента, членов Кнесета. То, что предполагает сделать... Он немножко претерпел такие виды изменений, что он сейчас как бы, вы понимаете, хотели как лучше, а получилось наоборот. Да, получилось как всегда. Получилось как всегда, да. Что он нафуха-ляфух. То есть, если будет предъявлено обвинение, связанное с обвинением трех лет и выше, то член парламента, член Кнесета имеет право, значит, он имеет, не то, что он имеет абсолютный иммунитет, он имеет право попросить снять иммунитет. То есть, вот так вот немножко крутили-крутили, накрутили-перекрутили. Потому, то и значит, было такое, значит, вот есть на сегодняшний день такое движение, в частности, нашим премьер-министрам, который вот он мувиль, то есть, вот как бы направляет и ведет за собой, чтобы урегулировать всю вот эту ситуацию таким образом, чтобы действующего премьер-министра оставили в покое с точки зрения всех уголовных дел на тот период, когда он будет... Это правило, которое распространяется на президента у нас. Да. Да. На период его деятельности замораживаются следственные действия, которые могут быть возоблены после окончания его срока к адвокации. Да, да, скажем так, схематично соглашаюсь, да. Помимо этого, помимо еще этого, значит, наш будущий премьер-министр Бенемин Натаньяу пытается еще провести такую так называемую судебную реформу, немножко, как бы вот сбалансировать вот эти вот три вот этих вот кита судебная, законодательная, исполнительная власть, потому что на сегодняшний день я с этим соглашаюсь, несмотря на то, что я адвокат действующий, слишком выпукло вылезло вперед. То есть, действительно, вот это вот то, что теза, которую проводил профессор Арон Барак, президент Верховного Суда, Коль Шафит, все подсудно, все подсудно, все подсудно. Судебный активизм, который так называют. Совершенно верно, совершенно верно, судебный активизм. Вот Бенемин Натаньяу считает, что государство уже набралось силы, имеет достаточно своих сил для того, чтобы сбалансировать эту систему, урегулировать ее, оставить ее на одном уровне. Ну вот, как бы вот наша юридическая система кричит «Гевалт наших бьют!» Ну, посмотрим. Это отдельная тема, очень интересная, особенно для любителей всякой юридической заковыристости. Вполне возможно, что мы сможем ее каким-то образом облегчить и отчеловечить и о ней поговорить. Спасибо большое. Напомню, что со мной в студии был адвокат Илья Вайсберг. Всего вам доброго. Хорошего дня.